Сербия. Октябрь 2001 год. После 12 лет безраздельного правления Слободан Милошевич свергнут в результате Бархатной революции. Грузия. Ноябрь 2003 год. Эдуард Шеварнадзе смещен в ходе революции Рос. Украина. Декабрь 2004 год. Оранжевая революция приводит к власти Виктора Ющенко. Киргизия. Март 2005 год. Революция тюльпанов торжествует победу. Четыре ненасильственные революции, четыре авторитарных режима, следы былого советского могущества канули в лету за несколько недель. И каждый раз один и тот же сценарий. Фальсифицированные выборы, судорожно сопротивляющаяся власть, которая в конце концов уступает протестующим. На протяжении пяти лет ничто не может остановить этот ветер свободы, сметающий один за другим бывшие придатки Москвы, при великой радости Джорджа Буша. Мы зажгли огонь. Огонь в умах людей. Он согревает тех, кто чувствует его силу. Он сжигает тех, кто борется с ним. Но однажды этот неукротимый огонь свободы достигнет самых темных уголков нашего мира. Революционная волна, которые один за другим подхватывают режимы, долгое время устраивающие Москву, начинают серьезным образом раздражать Владимира Путина, главу Кремля. Самое опасное, знаете, создание системы перманентных революций. То розовых, то каких-то там голубых еще придумают. Вот жить нужно привыкнуть по закону. Однако, как рождаются эти революции? Кто является их вдохновителем? Кто их готовит? Кто помогает их финансировать? Какая страна следующая по списку? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы совершили долгое путешествие, побывав в Словакии, Сербии, Грузии, Украине, Киргизии, а также в Москве и Вашингтоне. В течение нескольких месяцев мы наблюдали за лидерами этих революций, которых Буш называет борцами за свободу. Мы также отыскали тех, кто остается в тени бархатных революций. Приоткроем занавес этого достижения Запада, которое, казалось бы, ничто не может остановить. Революция.ком или Соединенные Штаты. Завоевание Востока. Производство КАПА совместно с Каналь Плюс и планетой Телеквебек. Братислава. Февраль 2005 год. Через несколько часов начнется встреча на высшем уровне Буша и Путина. Это будут первые дебаты между ними с того момента, как в результате Оранжевой революции Украина стала сторонником американского лагеря. Согласно официальной версии данная встреча, саммит примирения между Москвой и Вашингтоном. Однако в укромном зале гостиницы «Мариот» разыгрывается совсем иная партитура. В этот вечер американская делегация устраивает закрытый фуршет. Политические советники, бизнесмены, лоббисты и так далее. В этом салоне только избранные приближенные лица Джорджа Буша. В углу зала звезды вечера. Лидеры цветных революций, свергнувшие на востоке режимы, существование которых было на руку Москве. Джордж Буш пригласил их лично, чтобы высказать слова благодарности. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы пришли. Именно наше общее дело, свобода объединяет всех нас. Очень важно, что мы можем общаться друг с другом. Сербы, украинцы, грузины, а также наши друзья белорусы. За столом собрались три ветерана новой международной революционной элиты. Иван Морович, 33 года, лидер сербского студенческого движения «Отпор, свергнувшего Милошевича». Гига Бакерия, 34 года, лидер грузинского студенческого движения «Кмара», сместившего Шаварнадзе. Владислав Каскиф, 42 года, украинец, лидер оранжевой революции. За столом в процессе построения планов. Знаешь, меня попросили съездить, посмотреть, что можно сделать на Кубе. А разве тебе нужна виза, чтобы поехать на Кубу? А вот нам нет. Нам нет. Вот увидишь, мы отправим 10 миллионов сербов для совершения революции на Кубе. В этой сумке набор настоящего революционера. Компакт-диски, футболки, сувенирные альбомы и так далее. Влад, лидер оранжевой революции, использует все это для установления связей с общественностью. Идемте, я вижу кое-кого важного, вон там. Все хотят привезти с собой сувенир в памяти революции и поприветствовать героев. Вот, например, Пейдж Раев, советник Белого дома по вопросам восточных стран. Эти революции – это волна. Кто бы там ни был, Путин или белорусский президент Лукашенко, эта волна словно цунами сметет их с пути, и они станут историей. Последний снимок на память перед прибытием американского президента. Завтра все они удостовятся чести принять участие в частной беседе. Что касается развития демократических движений в регионе, в Молдове, в Белоруссии, в России, в Азербайджане, в Казахстане и так далее. Я думаю, это будет уникальная и реальная возможность существенно изменить баланс в регионе в пользу демократии. Разговор состоится при закрытых дверях, но на следующий день эти новые революционеры, участвующие в данной встрече закрытого формата, станут центральными фигурами в выступлении Джорджа Буша. Я бы хотел поблагодарить этих замечательных людей из Восточной Европы, с которыми я недавно познакомился. Добро пожаловать! Спасибо вам за то, что вы подаете пример. Спасибо вам за ваше мужество, вашу самоотверженность. Демократическая волна появилась здесь 15 лет назад. Сегодня она дошла до Грузии и Украины. В один прекрасный день зов свободы услышит каждый ум, каждая душа. Однажды ветер свободы достигнет каждого народа, каждой нации. Да благословит вас Господь! Открытый призыв к революции, прозвучавший за час до прибытия Владимира Путина, охладил атмосферу саммита примирения. Десять дней спустя мы оказались за 6 тысяч километров от Братиславы в Киргизии. Похоже, что в этой бывшей Советской Республике, в Центральной Азии, призыв Джорджа Буша услышан. Мы приехали в момент между двумя турами парламентских выборов и сразу отметили напряженность обстановки в Бишкеке, столице Киргизии. Здесь нет нефти, нет природных богатств, но зато есть граница с Китаем, поэтому эта небольшая республика является стратегическим объектом для Москвы и Вашингтона. Здесь находится военная база Россиен. И у американцев тоже есть своя, только в 10 раз больше. Она служит им тыловой базой для операций против талибов в Афганистане, так что в обоих лагерях пристально наблюдают за ходом этих выборов. Между двумя турами власть запретила митинги и оппозиция опасается массовых фальсификаций, поэтому, как в Сербии, Грузии и Украине, студенты готовятся выйти на улицы. Небольшая группа студентов назначила нам встречу поздно ночью на окраине города. Собрание проводится подпольно. За столом собралось около 20 студентов, выступающих против режима. Сегодня вечером они смотрят фильм «Как свергнуть диктатора». Культовый фильм, в котором рассказывается история сербского движения. Фильм, который вдохновил все последующие революции. А вот мы видим, что ребята, да, движение «Отпор» идут в поезде, да, они едут в Белгород, да, по-моему, если нет, смотрят, да, что народ тоже их приветствует. Это их лидеры. Тут говорится о том, что поначалу у них не было даже своего офиса. Им приходилось собираться в кафе, общаться через интернет и электронную почту. Для наших семинаров, то есть мы доказываем студентам наших университетов, нашего Кыргызстана, что, в принципе, что-то возможное у нас произойти, раз у них это получилось. «Все в фильме показывается, что молодежь, именно молодежь, изменит хоть какой, может, хоть какой режим, то есть». «Вместе, вместе». «Сербия, Грузия, Украина, Крыминск!» «Эдил видел этот фильм десятки раз. Как многие борцы за свободу, он учился в Штатах, благодаря стипендии, предоставленной американским правительством. В настоящий момент он работает в НДИ, Национальном демократическом институте, фонде, которым управляет Мадлен Олбрайт». «Олбрайт». «Олбрайт».